Всем привет! Добро пожаловать на канал проекта «Чистые когниции». Меня зовут Хорошавцева Катя, и это пилотный выпуск моего подкаста «Кроме терапии». В нём мы будем с разными гостями и гостями рассказывать о разных практиках, хобби, увлечениях, которые могут помочь вам с вашим ментальным здоровьем. И сегодня моей первой гостью будет Лиза Безюкова, с которой мы поговорим о манге. Всем приятного просмотра! Привет, Лиза! Я рада, что ты пришла на мой подкаст пилотный. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, чем ты занимаешься, и как ты вообще пришла к тому, чтобы стать мангу, как это стало твоим увлечением. Просто коротко для начала расскажу. Привет, Катя! Спасибо, что позвала меня стать, так сказать, первой. Меня зовут Лиза Безюкова. Я резидентка чистых когниций. Помимо этого я клинический психолог. Могу идентифицировать себя как сексолог, но тут должна быть какая-то душная строчка про то, что сексологами могут называться только врачи, поэтому я, в принципе, могу себя определить как секс-терапевт. Работаю с сексологическими запросами, работаю с парами, вот это вот всё. И написала книгу про отношения, которая, надеюсь, что скоро выйдет. В этом году точно. Да, да, да. Ура! Ждём, ждём все. А там будет про мангу, простите? Там будет пару отсылок к аниме. Почти, почти, почти про мангу. Вот. Как я вообще дошла до жизни такой? Значит, я смотрела аниме в школе. Это была, прости господи, эльфийская песнь. И немножко что-то там ещё было. Вот, но как-то... Тетрадь смерти? Возможно, возможно, Тетрадь смерти, да. И как будто бы было что-то ещё название, чего я не помню, но это было давно и неправда. Вот. И в 21-м году зимой мы что-то решили с моим супругом посмотреть Тетрадь смерти целиком от и до. И как-то пошло-поехало. Сначала Тетрадь смерти, потом Атака Титанов, потом Т.С. 5-е, 10-е. Вот. И, короче, в моей жизни появилось очень много аниме, и в какой-то момент я поняла, что вот вышел в 22-м году, кажется, «Человек-бензопила» первый сезон, и я поняла, что история не закончена, а мне как тревожному человеку хочется знать, что вообще будет происходить, что меня ждёт, да, потому что ждать год, ну, не все, так сказать, могут себе позволить. Вот. И я решила почитать мангу. Мне было это очень странно, непривычно. Вот. До меня почему-то долго не могло дойти, именно как её читать, да, что мы читаем её справа налево. Ты начинала с конца. Есть очень смешной мем, там скрин отзыва с Wildberries, где женщина, типа, купила мангу, и она такая, почему, типа, этот, обложка неправильно напечатана, вот. Вот я примерно... Всё перепутали. Да-да-да, примерно какая-то женщина была, вот, я дочитала «Человек-бензопилу», и потом почитала «Тёмного дворецкого» целиком, но он ещё выходит, он выходит, мне кажется, люди уже будут в старости его дочитывать. Внуки их будут дочитывать. Я помню ещё в моём детстве всё читали. Да, там многие люди в комментариях пишут, что, типа, вот, пока выходила манга, я уже успела закончить школу, там, выйти замуж, уволиться с работы, родить ребёнка, там, короче, вот это всё. Вот. Потом я перестала на какое-то время, а потом у меня почему-то что-то перещёлкнуло, и я начала в большом количестве читать мангу про влюблённых школьников. Вот. Что случилось с тобой? Я не знаю, мы посмотрели очень милое аниме, оно называется «Харемия». Вот. И у меня в школе не было какого-то классного опыта, там, типа, каких-то приятных, добрых отношений, приятных, там, классных друзей, чтобы всё было так комфортно. Вот. А в манге и в аниме, естественно, ну, где-то это идеализировано, где-то не очень. Ну, в общем, вот, я начала за поем читать очень большое количество тайтлов про школьников, школьную романтику, вот, и не спать ночами из-за этого. Вот. Ну и, в общем-то, периодически у меня такие происходят эпизоды запойного чтения. Вот. А мы ещё поговорим про то, как выйти из мангового запоя, как я его назвала. Хорошо. Слушай, ну, а ты связываешь, ну, вообще, с какими событиями, то есть, что привело тебя изначально к аниме, да? То есть, надоело, там, смотреть какой-то другой контент, фильмы, сериалы, или это был, вот, ну, что-то, какая-то эмоциональная потребность вот именно в таком контенте. Слушай, ну, совокупность факторов, наверное, и один из них у меня был день рождения в 21-м году, вот, и он был такой, типа, организован в виде, скажем так, маленькой конференции, где приходили разные люди и... Помню, помню, видела. Свои увлечения, вот это всё, вот, и пришла моя хорошая знакомая, тоже Катя, кстати, вот, которая рассказывала про аниме Hunter x Hunter, и она что-то так прям кайфово рассказывала, я подумала, блин, а может быть, может быть, это вот, оно того стоит вообще? Вот, и я решила, что, ну, как бы, надо дать шанс, да, пересмотреть вообще какие-то, может быть, свои взгляды на это, да, и вот как-то так. Ну, и плюс, да, хотелось чего-то нового, потому что, ну, типа, новых каких-то эмоций, потому что я весь свой подростковый возраст, мне кажется, провела за просмотром каких-то вообще безумных ужастиков, и у меня, в принципе, такая довольно высокая толерантность к каким-то сюжетам, вот, и потом дальше я посмотрела очень много корейских фильмов, которые тоже, вот у них вот такой вот какой-то сюжет, да, с переплетениями разными, вот, и я... Тема мести, наша, наша любимая тема мести. Мести, да, и вот это всё, вот, какие-то там глубокие философские отсылки и так далее, вот, и аниме, оказывается, мне это всё дало, вот, и я, ну, пока что нигде, так, ну, если в общем и целом не встречала подобного хода мыслей, ну, вот. Так что это... То есть есть... Кто-то перечислила. Есть определённые отличия, ну, у меня, кстати, был вопрос, да, по поводу того, что всё-таки манго, аниме, но мы больше сегодня будем говорить про мангу, это всё пишется в таком азиатском контексте, да, и вопрос, насколько это близко, эти темы, которые там поднимаются для нашей культуры, есть ли какие-то непонятные для нашей культуры вещи, вот как это вообще накладывается на нашу жизнь, на наш контекст. Ну, тут я, наверное, скажу, что не всё тут про азиатский контекст, да, потому что если взять того же Тёмного Дворецкого, да, там вообще ядрёная смесь всего на свете, и там как бы такой, ну, скажем так, сеттинг старой Англии, что немножко может тебе там ломать мозг, да, вот, если взять, например, сагу о Винланде, да, там тоже вообще не японский сеттинг, хотя там есть один эпизод, это не спойлер, где викинги играют в японскую игру, вот, или упоминают, я точно не помню, то есть там какая-то настольная игра, что-то типа того, да, и не знаю, специально это и не случайно, да, но тем не менее, вот есть такой момент, что всё равно он где-то просочился, да, вот, а так проблемы все, ну, проблемы, темы, которые затронуты, они на самом деле, мне кажется, универсальны, да, безусловно, есть какие-то штуки культуральные, да, которые мы, ну, нам непривычно видеть, да, то есть, допустим, когда заходит человек, да, там, в дом, да, он говорит, извините за беспокойство, вот, и он говорит это даже, если там нет людей, да, то есть, вот такая вот история, да, там, какие-то термины, типа там, татами, да, там, и прочее, есть какие-то слова, которые, ну, из серии загуглил, понял, что имеется в виду, да, что такое футон, да, вот, ну, то есть, какие-то вот именно культурные штуки, бытовые, бытовые вещи, еда, бытовые вещи, да, 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 вот, а так, в принципе, ну, честно говоря, я бы не сказала, что вот если ты там полностью какой-то с ног до головы европейский чувак, что ты вот начинаешь читать, и ты не понимаешь, что там происходит, и это вообще какая-то совершенно другая история, ну, вот, поэтому. то есть в каком-то, в каком-то психологическом плане особо не чувствуется вот культурного разрыва, я помню еще ты писала, что ты смотрела какое-то аниме, и потом вы начали дома готовить всякую японскую еду, и, ну, мне кажется, да, это больше не про непонимание, а про то, что мы можем, ну, какие-то прикольные штуки, да, изучая эту культуру через манго, через аниме, там, что-то готовить, да, может быть, какие-то бытовые штуки перенимать, и, да, это интересно, есть, кажется, аниме, повар, боец, сома. Есть несколько аниме, и много очень манги, посвященные кулинарии исключительно, да, где, там, по-моему, есть кулинарный поединок аниме, оно то ли сейчас выходит, то ли вышло уже, вот, и какие-то еще названия сейчас точно не вспомню, но, да, есть вот для людей, которые, которым прям залипательно нравится смотреть, как готовят, да, какие-то японские блюда. Причем, да, это все, ну, в формате аниме, то есть это не что-то, ну, как бы, реалистичное, но люди, правда, как будто вдохновляются этим, начинают готовить. Очень полезно, здорово. хорошо, мы подготовили, ну, ты подготовила некоторые картинки, слайды, которые мы будем показывать, и мне хотелось бы сейчас поговорить, начать с такой базы, потому что я знаю, что есть определенная терминология, я когда на твоем канале тоже читала посты, я помню, там, встречала какие-то незнакомые слова, я хочу сейчас их обсудить, да, чтобы мы как раз разбирались, в том числе, как читать мангу, если она в печатном формате, вот, и я, может быть, да, буду здесь какие-то глупые вопросы задавать, у меня на самом деле как-то не сложилось с аниме, я помню, в школе, ну, я была в тусовке, где все были атаку, мой вопрос просто, я как-то прям заставляла, помню, себя смотреть аниме, потому что там какое-то было требование, что нужно какое-то количество часов посмотреть аниме, чтобы стать атаку, и мне нужно было стать атаку, я читала мангу, смотрела аниме, ну, я помню, что я точно смотрела, тогда читала, ну, естественно, «Четрадь смерти», какой-то магазинчик домашних животных, помню, меня вообще поразила эта манга, она, кажется, небольшая, как-то так называется, «Темный дворецкий» у нас тоже в ходу был, но не помню, вот, но как-то это вот все закончилось, когда у меня появилась другая компания, и там нужно, нужно было, ну, как бы другие вещи делать для того, чтобы быть классной, вот, но, да, ты мне порекомендовала несколько, как это сказать, манг? Тайтлов. Тайтлов, да, это как в аниме, тайтлов тоже, да, называется, вот, и я начала читать, и, ну, вообще-то классно, вообще-то я вот прям вспомнила, почему мне это нравилось, и мне кажется, это такое отличное чтиво для СДВГшников, потому что, когда ты читаешь книгу, какую-то художественную литературу, там, вот это вот, ты прочитал там два абзаца, и просто понял, что ты в этот момент не читал, ты их возвращаешься, перечитываешь, а тут как бы очень много, ну, визуальная же стимуляция, еще, и там сложно что-то упустить, и там нет вот этих, таких длительных описаний, да, того, что вокруг, потому что ты их видишь сразу, и ты читаешь только вот эту суть, да, какие-то диалоги, какие-то краткие такие описания, мысли героя, и вот это очень круто на самом деле, потому что я поняла, что, ну, я художку вообще не могу читать, поэтому я тут маленько загорелась, и поэтому мне нужно тоже разобраться в некоторых терминах с помощью тебя, я сейчас включу слайды, кажется, видно, да, что ты хотела сказать этим слайдам? На самом деле, возможно, основные понятия, здесь тоже такая не очень, не очень корректная история, да, но я так скажу, да, что, Исири, вот когда мы решаем что-то почитать, да, но все-таки действительно мы будем больше про мангу говорить, да, что нам нужно знать, что есть разные жанры, да, жанров просто дофига, и мне кажется, что они, их список пополняется, да, то есть, например, есть, как и в аниме, да, жанр сёнан, сёнан, это, как правило, история про, ну, жанр ориентирован, да, на мальчиков-подростков, как правило, да, и там история ориенти... Ой, и там сюжет крутится вокруг героя, да, или героини, ну, чаще героя, вот, у которого есть какая-то компания, команда, вот, и они вместе сталкиваются с какими-то жизненными препятствиями, меняются, вот этот вот классический, да, путь персонажа, что он, допустим, был каким-то, не знаю, таким слабеньким, таким маленьким, неуверенным в себе, а потом он стал крутым, его столкновение с обстоятельствами таким сделало, ну, и вот это вот всё, да, есть жанр сейнон, вот, похоже звучит, но разный, да, сейнон это жанр ориентирован на людей, которым уже после 18, да, там понятно, что и проблематики другие, да, и жестокости побольше, и вот этого всего, и есть, в общем, даже какая-то эротика, да, но тоже, это, можно сказать, что такое, как бы, плюс-минус приключенческий жанр, даже если это, там, тайтл не включает какой-то фантастики, да, то всё равно, всё равно, всё равно, да, там, моя жизнь, моя борьба, ну вот, да, это жанры, и там, далее, да, я расскажу про то, ну вот, что у нас есть манго, а есть ещё пара слов на букву М, да, которые, которые имеет смысл пояснить, я думаю, что мы можем сразу к нему перейти, вот, вот, да, основные понятия, собственно, с примерами, да, значит, отаку, да, то самое слово, которое волновало Кате в школьные годы, да, вообще, отаку называют людей, если очень просто, да, которые супер, там, фанатично, да, к чему-то, к чем-то увлекаются, то есть тут есть картинка с таким милым джентльменом, да, вокруг которого куча обманг, куча каких-то плакатов и всего остального, да, собственно, это, ну, как люди себе обычно представляют отаку, вот, есть даже классное аниме в жанре... Атака титанов? Нет, но неплохая попытка, называется «Так сложно любить отаку», вот, и там как раз про отношения коллег по работе, где каждый из них является отаку, там, парень отаку по видеоиграм, да, и большегрудным женщинам, вот, а девушка, она любит яойную мангу, вот, про яой тоже скажу чуть позже. Отлично. Ой, это я любила в детстве. А, да, 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 вот, так что, да, если говорить, всё-таки, кого мы можем называть отаку, да, вообще, я слышала, что для многих это оскорбление, ну, типа, что как-то неприятно себя так идентифицировать, не знаю, куда тебя так называют, вот, но по мне, мне кажется, всё зависит от того, как ты это понимаешь, да, в этом нет ничего, типа, плохого, ты просто сильно увлечённый человек, который периодически ловит гиперфиксации на каких-то тайтлок, да, или персонажей. Ну, я так, я так понимаю, это, ну, может быть, использоваться в качестве реклейминга, да, так же там, как со словом гик, фрик, и хвир, вот этими всеми оскорбительными, когда люди присваивают себе, чтобы снять вот это какое-то стихо. Да, 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 совершенно верно. Ну, часто ещё говорят, что отаку, да, для них характерная какая-то история, там мы называем людей хикками, да, которые там сидят дома и общаются только онлайн, если общаются с кем-то, вот, но опять же, это какой-то необязательный, типа, необязательный компонент, наверное. Вот, дальше пойдём. Манхва. Значит, есть у нас манга, есть манхва. В чём отличие? Манхва — это корейский комикс, да, ну, используя слово комикс, и такое принципиальное отличие, во-первых, это всегда практически, всегда в цвете, да, вот, вот сверху мы можем увидеть такого молодого человека с чёлкой, да, собственно, это как раз обложка, да, одной из манх, и они читаются сверху вниз, вот, в большинстве случаев, то есть просто это такая длинная полосочка, если мы читаем онлайн, да, соответственно, мы просто пролистываем, да, вниз, ну, вот. А в книге как это выглядит в печатном формате. В книге кажется так же, вот, но я честно признаюсь, я в печатном манхву не читала, вот, поэтому, возможно, там несколько просто вот таких вот фреймов вертикальных, да, вот, тут прошу прощения у людей, которые шарят, и я, возможно, что-то говорю не так, да, но я читаю преимущественно все-таки онлайн, да, в электронном каком-то формате. Вот, да, манхва, там корейский сеттинг, очевидно, да, что и по именам мы можем понять, да, по каким-то культурным штукам, вот, ну, в целом тоже классная вещь, да, я помню, что я читала манхву какое-то время, потому что мне было сложно воспринимать ЧБ, вот, теперь я не могу читать манхву, потому что мне сложно воспринимать цвет, вот такие бывают. Метаморфозы. Да, 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 вот, дальше это манхва, это китайский, китайский комикс, да, вот, и благословление небожителей, это, наверное, самый известный сейчас, как мне кажется, да, такой пример, вот, ну, собственно, та же самая история, это цветное, вот, это вроде как не обязательно сверху вниз, да, оно и может быть в каком-то горизонтальном формате, да, цветное, по именам, в принципе, тоже довольно быстро становится понятно, что ты, собственно, что ты смотришь, ой, что ты читаешь, да, почему я сказала смотришь, потому что и манхва, и маньхва, они экранизируются тоже в виде аниме, да, в таком же формате. А кажется, у них ещё отличается рисовка, я помню, что я читала тёмное метро, как раз, маньхва, ну, кстати, мне кажется, оно было чёрно-белым, да, я говорю, что они внешне, ну, может быть, по большей части, да, наверное, цветные, но кажется, вот японское, китайское, да, там как-то по-другому они рисуют людей, да, какие-то другие черты, да. Да, на самом деле, да, и даже вот если мы посмотрим на вот то, что можем увидеть, да, вот у этого мальчика Отаку, да, какую-то примерную рисовку здесь, да, и мы можем сравнить её с манхво и маньхва, да, сильно отличается, ну, как минимум, да, там другие вообще пропорции часто бывают. Глаза. И глаза, да, 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 глаза большое отличие и прочее. Вот, мангака. Мангака это человек, который пишет, рисует мангу, тут надо сказать, что не все, бывает так, что человек пишет сюжет, кто-то его рисует, да, вот, много таких примеров, да, что как бы есть художник и есть отдельно человек, который за сюжетом, да, сюжетом занимается, вот, на фотографии. Это Кентаро Миура, это мангак, он, к сожалению, умер в 21-м году, он, ну, знаменит, известен как автор Берсерка, да, это есть манга Берсерк, есть аниме Берсерк, вот, и он, собственно, у него совершенно потрясающие, не знаю, как это сказать, совершенно потрясающая рисовка, да, и когда ты понимаешь, что человек и сюжет продумал, да, до таких мелочей, и так красиво, детализировано всё это изобразил, ну, просто моё почтение, да, то есть, как бы, не на отвали, да, что там, мы там что-то схематично набросаем, да, и как бы пофиг, а вот прям вот, вот вообще супер детализировано, кому интересно, кто не хочет читать Берсерка, но кто хочет понять, в чём я говорю, есть артбуки, артбук это, собственно, ну, такое, как, ну, типа, эскизы, да, с эскизами, да, с какими-то фреймами отдельными из манги, и так далее, да, вот очень рекомендую, безумно красивый, просто потрясающий, а то есть мангака, он выполняет и функцию художника, и, ну, писателя, да, то есть он и сюжет создаёт, ого, да, это вообще ого, да, я не знала про это, да, и на самом деле, тоже, да, тут, вот у нас следующий пункт, это ongoing, это слово, мне кажется, которое не любят все, атаку, вот, потому что ongoing, это значит, что произведение, не дописано, оно продолжается, вот, и в случае с Кентаром и Урой случилась довольно грустная история, он умер, да, и, а манга была не закончена, вот, и она и сейчас не закончена, и её дописывают, дописывает его друг, вот, который вроде как был в курсе, что там планировалось, да, по сюжету, вот, и мангаки часто попадают, да, в такую, ну, как сказать, не знаю, может, коммерческую, да, в чём-то историю, когда их произведение кого-то очень сильно заинтересовывает, да, они становятся, скажем так, рабами, наверное, можно их назвать, да, им нужно постоянно, постоянно писать, да, значит, есть еженедельные, есть ежемесячные произведения, то есть новые главы выходят либо раз в неделю, да, вот хороший пример, это «Звёздное дитя», да, то есть аниме, есть манга, читаю раз в неделю, выходит в среду, в среду, по-моему, да, вот, есть который раз в месяц, вот, ну, ты представляешь, раз за неделю написать, ну, там, главу на, не знаю, страниц там 20 и больше, всё это прорисовать, ну, это же вообще просто какой-то титанический труд, и есть некоторые аниме, которые показывают жизнь мангак, и там действительно часто показывают, что человек вызывали бумаги с разными там планшетами, сидит и ночью пишет, там, не ест, не пьёт и так далее, вот, это, конечно, просто жутко, вот. Слушай, ну, ты рассказываешь, у меня реально прям мурашки, насколько это вообще сложный, титанический труд, я знаю, что, ну, они же правда в какую-то зависимость от фанов попадают, я просто помню, как страдал мой муж, когда вот как раз умир автор Берсерка, это его любимая манга и аниме, и, ну, это, ну, правда, как бы, ну, это великие люди, слушай, и меня даже просто один вот этот факт рассказала, и мне так хочется прям отдать дань уважения и действительно начать читать мангу, это, знаешь, как будто бы это снимает представление, ну, то есть люди же как бы комиксом, это же комиксы, или это, комиксы и манга, это разные? На самом деле можно назвать это комиксом, да, я не думаю, что это будет каким-то супер неправильным, да, там, названием, вот, но вообще манга существует как отдельный какой-то жанр, да, не знаю, литература, да, вот, комикс, ну, есть западный комикс, да, то есть это всякие там Марвел и вот это все, да, собственно, они так и называются западный комикс, да, а мангу обычно, просто все говорят манга-манга, да, вот, ну, кто-то говорит комикс, типа японский комикс, ну, и сразу понятно, то есть я думаю, что люди не обижаются, да, если... но мне кажется, это все равно не true, ну, вот я хотела просто сказать, да, что, ну, как-то я сталкивалась с таким пренебрежением, что вроде как, ну, ты там, ты смотришь книгу с картинками, это потому, что там, ты глупый какой-то, ты не умеешь читать какие-то такие полноценные художественные произведения, когда ты рассказываешь об этом, какой это труд, как это сложно, ну, я прям вообще сейчас в шоке, преисполнилась, да, да, как-то это очень, ну, неуважительно теперь звучит по отношению к мангаку, я прониклась, так, у меня демонстрация экрана пропала, да, я выключила, тебе нужно еще, нет, нет, да, это действительно очень большой труд, и на самом деле, вот ты сказала про художку, я не могу читать художку классическую, мне тоже это тяжело, мне очень тяжело читать описание занавесок или вкус утреннего кофе и так далее, да, когда вот это вот несколько, значит, глав посвящено там каким-то описаниям и все остальное, ну, наверное, не знаю, может, я зумер просто, да, как бы избалованный, ну, хз, вот, но есть манга, есть еще, вот, наверное, я забыла в прошлый слайд вставить, есть такой еще жанр рано-бе, да, или рано-бе, тут поправьте меня с ударением, это без картинок, это как новеллы, вот, и часто на их основе пишется, рисуется манга, вот, ну, то есть тоже как такой вариант, да, чтиво, вот он, он без картинок, но при этом он довольно, на мой взгляд, лаконичный на описание, и там достаточно небольшие главы, ну, вот из того, что я пробовала читать, мне это было комфортно, вот, плюс некоторые люди рисуют мангу на основе художественных, имеющихся уже каких-то произведений классических, да, то есть есть, например, есть манга по преступлению наказания, есть, что там еще есть, есть такое произведение, оно называется «Исповедь неполноценного человека», у меня там оно, дальше я что-то хотела про него рассказать, вот, Асаму Дазая, и по нему есть манга, и я прочитала мангу вообще просто потрясающе, и потом я почитала само произведение, оно достаточно небольшое, вот, но благодаря манге у меня уже есть какие-то, скажем так, визуальные там образы, да, и мне это стало даже комфортнее, удобнее читать, вот. в общем, здесь хочется сделать вывод, что манга это ну, как бы полноценное художественное произведение, зачастую как будто бы даже сложнее, да, чем, ну, даже просто по производству вот этого всего, это может быть сложнее, ну, ладно, сложно сравнивать, но это ну, прям, прям действительно очень такое полноценное самостоятельное художественное произведение. Да, спасибо. Окей, давай перейдем тогда к следующему блоку моих вопросов, и мне сейчас хочется поговорить именно про психологическую составляющую, да, как для тебя манга, как это тебе помогает в плане твоих ментальных состояний, потому что наш подкаст, ну, он по большей части про это, да, потому что мы много говорим в том числе на нашем канале о том, как важна психотерапия, как она помогает, но зачастую нам помогают очень сильно и какие-то другие вещи, да, и поэтому хочется послушать, как манга помогает тебе, в какие периоды жизни, с какими эмоциями справляться, вот, может быть, здесь немного поговорим про терапию принятия ответственности. Угу. вот то, что я говорила чуть ранее про влюблённых школьников, да, на самом деле, когда я запойно читала эту мангу, эти манги, эти тайтлы, я находила там вот такое вот чувство, это, я читала, когда была активная такая стадия написания книги, я очень уставала, у меня не хватало чего-то приятного в жизни, вот, я читала, и у меня прям получалось, знаешь, как-то проникнуться вот этими переживаниями подростковыми, да, когда там, не знаю, например, мальчик и девочка так слегка касаются друга пальчиками, потом такие, ааа, как это волнительно, вот, они все сразу краснеют, такие, о боже, 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 вот, и это просто очаровательно, это вообще потрясающе просто, и ты вот каждый раз как будто бы влюбляешься после каждой прочитанной манги, вот, они не все хорошие, ну, не вся прям манга в жанре романтики хорошая и интересная, да, у меня есть критерии, чтобы это были хорошо раскрытые герои, да, чтобы это было, ну, знаешь, не совсем что-то чуждое мне, чтобы все-таки какие-то личностные там качества, особенности пересекались, да, ну, и когда там люди не признаются друг другу в любви в первой же главе, на первой же странице, вот, хотя такие тоже есть и есть хорошие, да, там просто по-другому сюжет выстраивается, да, или это как флеш-форвард такой используется, вот, но, но да, да, это супер вдохновляюще для меня, вот, мне просто, мне приятно, я забываю про то, что вокруг просто какой-то трэш творится, работа, книга, там, клиенты, какие-то домашние семейные штуки, вот, я просто погружаюсь, мне становится очень приятно и тепло, вот. То есть, это какие-то абсолютно такие уникальные эмоции, потому что, ну, во взрослом возрасте очень сложно, да, вот, то, что ты делаешь, что ты впервые, да, вот эти вот волны каких-то эмоций, когда ты впервые, там, взяла мальчика за рукой, вот это всё. Да, да, совершенно. Это всё очень классно. Захотелось. Я поэтому люблю подростковые сериалы, на самом деле, из-за этого. Ага, то есть, это такой копинг, получается, чтобы как-то отвлечься, да, и вот погрузиться именно в такой мир. Эскапизм. Ага. Но, с одной стороны, да, видишь, почему мне нравится вот именно манго, потому что я вижу мысли людей, переживания, да, мы же не часто в сериалах, не часто озвучиваются мысли, что человек в это время думает, вот, а тут они озвучиваются, и, ну, либо какой-то условно, там, закадровый, да, есть голос, да, условно, который озвучивает, но, тем не менее, ты понимаешь, как человеку трудно вот коснуться пальчиком, пальчика другого человека, да, вот, и в аниме, в манге мы же часто, ну, что многих людей отталкивает, да, мы видим, ну, слегка, может быть, гипертрофировано изображение эмоций, да, то есть, если это смущение какое-то, то это прям там, вот, красные щеки, вот эти вот полосочки, да, все так тревожно, непонятно, вот, да, и это тоже передает тебе вот это вот состояние, да. А меня, кстати, это раздражает в аниме, но, да, наверное, в этом есть смысл, когда эти эмоции такие гипертрофированные, ты, правда, ну, как бы начинаешь больше чувствовать. Но не везде, надо сказать, что, да, но не во всех аниме, не во всей манге это есть, да, но вот в жанре сёдзе, это как раз жанр повседневности для женщин и девочек, ну, как обычно в описаниях, да, пишут, вот, ну, там, там часто, да, типа, влюблённые, проснеющие, смущающиеся люди, вот. Ну, вот говоря, кстати, про эскапизм, здесь вот хочется этот вопрос задать про манговый запой. Я сталкиваюсь, да, вот у меня клиенты, клиентки, очень многие любят и мангу, и аниме, и они иногда боятся начинать что-то новое, да, потому что вот они пока не закончат, они не могут вообще заниматься ничем другим, это, ну, прям сильно сказывается на качестве их жизни, хотя это для них очень значимая часть жизни, да, и здесь вот эта дилемма, как бы, как не попасться вот в этот запой, да, и вообще не забить на свою жизнь, но при этом и, как бы, оставлять эту часть жизни. Вот есть ли у тебя какие-то лайфхаки, как выйти из этого? Мне бы кто их рассказал, но на самом деле, вот если, когда я анализирую свои запои, да, это тоже для меня звоночек, что где-то что-то внутри меня или вокруг меня происходит, раз я туда ушла, да, так сильно, вот, но на самом деле мне помогает просто смена образа жизни, да, то есть, допустим, если я, так сказать, днём и ночью читаю, 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 да, то, наверное, мне нужно побольше отдыха, да, и тогда у меня становится больше свободного времени, я могу уделять его себе, там, близким и так далее, и я уже выхожу из этой бочки, да, то есть, из серии есть какая-то, да, как мы говорим в терапии, есть какая-то функция у этого поведения, да, вот, но для меня ещё вот в последнее время, да, я читаю очень много, очень специфической манги, которую можно просто пометить сплошным триггер-ворнингом, да, потому что там очень много насилия, вообще, что-то там только не происходит, вот, и я анализировала, типа, что я туда иду, вообще, что я там хочу, вот, я понимаю, что я сейчас принимаю антидепрессанты, у меня довольно такой узкий эмоциональный диапазон, да, и такой довольно приглушённый, а мне важно что-то испытывать, чем-то насыщаться, и я понимаю, что просто вот этот вот весь ужас, он даёт мне эмоции, которых мне не хватает, да, вот прям. просто интенсивность, да, то есть здесь неважно положительные или отрицательные, да, но вот они должны быть интенсивные. Слушай, а помогает, да, я тоже читала на твоём канале, что ты, ну, смотришь больше вот что-то такое, ну, прям жёсткая такая драма, да, где много насилия, я понимаю, потому что, ну, я прям больше сериала манго, да, манго, манго, сериала манго, и я помню, да, вот такой показательный момент, опять же говоря, про функцию, когда случился февраль какого уже, 22-го года, 22-го года, я начала смотреть фильмы ужасов, хотя их там всю жизнь боялась, я никогда их не смотрела, это всегда было для меня суперсложно, я помню, посмотрела тогда все сезоны «Ходячих мертвецов», которые вышли на тот момент, и это помогало мне проживать какой-то вот этот страх, который был у меня внутри, и который очень такой эфемерный, да, неопределённый, я его, получается, как-то объективировала, да, и тут я уже не боюсь как бы вот этого всего непонятного, неизвестного, неопределённого, а тут вот зомбаки ходят, я их пугаюсь, или там какой-то ещё трэш происходит, и это как-то помогало, вот есть ли у тебя какая-то такая штука именно с проживанием таких сложных негативных эмоций? Да, да, вот мне очень нравится сага о Винланде, опять-таки, да, и я начала с аниме, мы посмотрели два сезона аниме с мужем, вот, нам очень понравилось, даже не могу объяснить, но сам сеттинг типа викинги, да, мне как бы всё время было плевать на викингов, и тут вау, викинги, и внутри там такая драма, ничего себе, вот, и, ну, манга очень далеко вперёд ушла от аниме, да, и там вот прям вот эта вот эктовская штука про ценности, да, где важен вот именно путь, маршрут, а не какая-то конечная точка, и где, собственно, главный герой, хотя бы сказала, что герой, главный герой, да, там несколько, там есть такая компашка образовывается, да, из людей, вот, там тоже очень много разных событий, да, я так аккуратно говорю, тоже без спойлеров, очень много разных событий, где вот есть вот эта вот точка выбора, да, что я либо сейчас просто оставляю все вот эти вот, в общем, весь этот дискомфорт и ухожу куда-то там за более выгодными, скажем так, в краткосрочной перспективе предложениями, да, либо я продолжаю путь, путь война, да, в широком смысле этого слова, и это меня очень вдохновило, да, потому что вот, ну, Винланд, что это такое вообще? Это земля, да, на которую всю дорогу хочет попасть главный герой Торфен, да, потому что ему его отец и его дядя, да, рассказывали в детстве, что вот есть такая земля, где там как-то очень красивое описание есть, но я его не смогу воспроизвести, да, где и вообще и климат, и там урожай, и вообще там все так замечательно, все прекрасно, вот, и сама вот эта концепция Винланда как место, да, вот такое, где не то чтобы все хорошо, да, но вот такого светлого места, к которому ты движешься, да, и которое само по себе по факту, оно может оказаться не таким сказочным, приятным, как там тебе рассказывали, да, но тем не менее, вот сам путь, который ты проделываешь, и вот то, что тебе этот Винланд, он греет душу, и несмотря на просто всякий вообще трэш, который происходит, да, ты все равно помнишь, что ты держишь путь туда, и это очень-очень классно, вот мне вот это вот как метафора, я у себя в кабинете повесила картин, ну, такой как плакат, это скрин из манги, сага о Винланде, да, и там корабль, там море, корабль, и впереди такое как бы светлое, расплывчатое такое пятно, вот, мне очень нравится, да, что это, ну, это действительно такой вот очень классная такая метафоричная штука, которая прям вот ты преисполняешься, думаешь, вау, как круто, да, возможно, автор даже не подразумевал, что всякие хитрые психологи возьмут оттуда какие-то терапевтические штуки, но это правда очень круто, ну, вот. Лиза, как ты круто продаёшь, продаёшь мне, я сижу, слушаю, у меня так слёзы наворачиваются, я такая, вау, хочу, просто у меня, у моего мужа есть два любимых тайтла, это вот, ну, я так понимаю, берсерк и сага о Винланде, и он мне пересказывает часто какие-то сюжетные линии, и вот у него так не получается, я всё ещё такая, нет, я пойду посмотрю отчаянный домохозяин, у тебя получается очень круто, я надеюсь, ну, в этом, в общем-то, и миссия нашего подкаста, да, заинтересовать людей, создать такие наши идеи для поведенческой активации, для тех, кому может быть сложно сейчас, и они ищут способы как-то себе помочь, очень классно, и, да, тоже хотела спросить, ну, вот, когда мы там смотрим или читаем что-то, очень круто находить какие-то вот эти ролевые модели, какие-то, каких-то персонажей, вот я всегда, когда в терапии работаю с ценностями, я часто предлагаю обращаться к каким-то любимым фильмам, сериалам, аниме, манги, как раз, чтобы вспомнить вот каких-то героев, персонажей, которым хочется подражать, да, и исходя из этого мы можем раскопать какие-то личностные ценности, да, на которые человек уже может опираться, и вот я, у меня с детства есть такой прикол, что когда мне страшно что-то, мне что-то тревожно, я в голове представляю образ какого-то человека и персонажа, такое перевоплощение произошло, да, и вот сейчас я, это она, Леон, и это очень помогает, и это помогает делать какие-то выборы, вот есть ли у тебя такие персонажи, да, ну, вообще, как-то работает ли это у тебя, можешь ли ты вот этим поделиться? Сложно, потому что со многими персонажами, которые мне нравятся, не всё так однозначно, скажем так, да, потому что... Ну, как и с нами, со всеми, с людьми. Да, ну, то есть, вот я не могу назвать какого-то персонажа, вот про которого я могу на сто процентов сказать, блин, вот этот там человек или это существо, да, вот вообще хочу быть как он или она, вот честно говоря, такого я не припомню, да, я, знаешь, как ролевые модели ситуативно, то есть, взять Торфина того же самого, да, из саги о Винланде, в какой-то момент он может стать ролевой моделью, но точно не в течение первого сезона аниме и первых там нескольких томов манги, вот, по некоторым причинам, вот, ну, и то мы можем видеть, как способствует, как ему помогают другие люди, да, стать человеком, который, ну, для меня, как для зрителя, да, ну, вот действительно каким-то ориентиром, да, так что это определенно он. Про берсерка. Тут сложно, мы тут шутили недавно с клиентами, что берсерк это произведение, которое может обесценить все свои страдания, потому что Гатсу в любом случае было хуже, чем тебе, потому что он натерпелся, он видел некоторое дерьмо. В берсерке есть два персонажа, да, есть, собственно, между которыми, можно сказать, противостояние, да, есть некоторые, это Гатс и Гриффит, вот, Гриффит, его можно охарактеризовать, да, как человека, который вот очень стремится, у него есть цель и ценности, и вот это все, которые любой, любой ценой он достигает, то есть предательство, убийство, огромного количества человек, да, он упорно-упорно следует к этому, да. У Гатса немножко другая история, да, у него этого нет, и в какой-то момент он присоединяется к, начинает жить мечтами и ценностями Гриффита, да, и это вот как раз показывает нам, да, что ценность это то, что все-таки ты выбираешь, да, а не что ты где-то взял, ну, потому что это выглядит круто, да, образно говоря, вот. Ну и потом у него, конечно, случаются, да, какие-то, случаются некоторые перемены в жизни, назовем это так, да, и можем видеть, что у него сформировались свои какие-то новые ценности, вот, но и, конечно, там все-таки очень много проместь, вот, несомненно, как один из, можно сказать, двигателей сюжета основных все же. Мне, знаешь, я заметила, что вот из последних произведений, которые я читала, мне очень нравятся такие, скажем так, как я себя нахожу, может быть, в чем-то, в таких депрессивных, каких-то покинутых, вечно рефлексирующих персонажах, да, вот, которые, может быть, не всегда понимают вообще, что они тут делают, да, и зачем, и прочее, прочее. Вот, и они мне как-то очень откликаются, да, и вот одна из функций для меня манги, которую я читаю, это валидация, наверное, то, что, вау, есть вот этот чувак, да, он там выдуманный, грубо говоря. Я не одна, да, но я не одна, я могу как бы понять, о чем речь идет, да, я вот недавно своей тоже, заставляю свою терапевтку смотреть обзоры на мангу, чтобы ей не читать, а именно смотреть, чтобы она понимала, да, какие-то мои отсылки, потому что вот у меня наконец-то появляются какие-то образы, да, примеры, которыми я могу показать и донести доступно, да, что я там переживаю вообще, да, или в какие-то моменты своей жизни, вот, в этом плане, конечно, это сильно, да, и даже в самых, я бы сказала, что манга все время тебя чему-то учит, да, то есть даже если мы отойдем немножко от ролевой модели, то ты все время можешь найти какую-то очень хорошую, как сказать, идею, да, вот в конечном итоге, типа, и вот, типа, все умерли, и что мы поняли, друзья, за этот, то есть замечательный тайтл, да, что там, тра-та-та-та-та-та-та, да, вот, несмотря на, вот, кстати, важно, да, манга про насилие всякое дикое, да, которую я так горячо люблю, несмотря на то, что там вообще просто творится какой-то ужас, это не поощряется, то есть при всех, да, там симпатиях, которые вот всякие там плохие мальчики вызывают, взять даже тетрадь смерти, да, у нас симпатия есть к Лайту Кире, да, ну, сложно это отрицать, она в большинстве случаев есть, да, там, она пропадает, да, но она есть, и мы все равно видим, что авторы не поощряют насилие при этом, да, они показывают, что такой способ, это так себе, вот, и для меня очень показательным в этом плане, да, снова вернусь к Винланду, не знаю, я, наверное, вот сейчас скажу, вот тут, ребята, промотайте, кто не смотрел аниме, да, я сейчас дам спойлер, просто его очень важно мне рассказать, да, вот, значит, спойлер такой, да, в конце первого сессиона аниме, значит, у Торфена, у него убили отца, убил отец, убил отца, чувак по имени Аскелад, да, он тоже такой полководец, крутой, харизматичный такой, очень классный злодей, я прям на него любовалась весь сезон, вообще обожаю вот этих вот хитроумных, классных злодеев, возможно, что-то обо мне говорит, не знаю, вот, и в конце, и он хочет его убить, отомстить за отца, да, и он жил вот этой местью, да, вот эта вся история, и в конце, в последней серии, так получается, что Аскелада смертельно ранят, и Торфен, так, нагнулся над ним и говорит, не смей умирать, да, должно было быть не так, то есть он, что он должен был от его руки погибнуть, и Аскелад ему задает очень классный вопрос, да, он спрашивает, что Торфен, а ты не думал, что будет дальше, вот ты меня убьешь, а что будет дальше, да, то есть чем ты дальше будешь заниматься, как ты будешь дальше жить, да, и как бы мы понимаем, что все это время смыслом жизни вот этого человека, да, была месть, да, вот эта вот одержимость местью, жестокость, но не было, да, такого долгосрочного планирования, что будет дальше, вот, и спойлер закончился, вот, и это вот тоже очень круто показывает, да, вот это вот и развитие персонажа, да, и какой-то ты внутренний отклик получаешь, да, потому что я думаю, что нам всем когда-то в жизни хотелось кому-то отомстить очень сильно, да, и кажется, что такие примеры показывают, что это в итоге, возможно, сделает тебе даже хуже в каком-то смысле, вот. Очень здорово, что ты сказала про отсутствие, вот как у нас часто, да, наши политики говорят, вот эта романтизация насилия, да, все, вот они норовят запретить, мангу, и мне непонятно, как они это будут делать, ну, ладно, и вот это очень, ну, важный момент, да, что этого не происходит, и, ну, кажется, вот, когда мы какие-то, я просто очень люблю корейское кино, вот это вот, Пак Чханук, да, трилогия, да, я видел Диавол, трилогия мести, там тоже как-то вот это показывает, что не все так однозначно. Хорошо, у меня есть еще два небольших вопроса, да, я не смогу включить презентацию сейчас, но мы вставим просто эти картинки, да, два небольших, вот один я хотела бы спросить еще, про как ты относишься к манге как сексолог, потому что, да, ну, я там, знаешь, что такое хентай, для меня это, ну, полная жесть зачастую, может быть, это для меня смешная история, есть, как я попросила родителей, ну, я же хотела стать Атаку, и я не знала, какие тайтлы надо смотреть, я просто попросила их купить в прокате, тогда еще DVD-диски были, попросила их купить аниме мне, они меня купили, два диска, я их вставляю, а там такой жесткий хентай, прям начинается такая, посмотрим, когда их не будет дома, вот, как ты, как ты относишься, да, как это в манге, как ты к этому относишься, есть ли в этом какая-то польза, там, с точки зрения, не знаю, исследования своей сексуальности, каких-то фетишей, вот чего-то такого? Да, безусловно, она есть, хентай разный бывает, очень, очень разный, да, бывает вот, слава богу, да, бывает вот то, что, наверное, ты описала, да, бывает все намного спокойнее, вот, как сексолог, что я могу сказать, ну, во-первых, опять же, в той категории, в которой я тусуюсь, на том же самом манголибе, да, когда читаю, там секс очень нереалистичный, в том плане, что он не какой-то супер глянцевый, красивый, прекрасный, да, там часто есть какие-то вещи, да, связанные, допустим, с физиологией, да, которые, есть манга, кстати, про, вот я сейчас не вспомню, как она называется, там есть слово муж, это я хорошо помню, вот, про, значит, про девушку, которая испытывала сложности в сексе, у неё было что-то а-ля вагинизма, диспориуния, вот, и она не могла заниматься сексом, ну, с проникновением, да, вот, ну, вроде там хэппи-энд, насколько я помню, плюс, есть манга, да, где у мужчин проблемы с эрекцией, да, тоже, вау, да, есть очень много про... Пу-пу-пу-пун-пун-пун, пум-пун, как вот это... Спокойной ночи, пум-пун-пун. По-моему, там что-то было, или нет, мне что-то муж тоже рассказывал. Я сейчас... Про проблемы с женщинами? Да, про проблемы с женщинами там, безусловно, было, вот, ну, и, в принципе, там пум-пун на долгое время заботил вопрос вообще, что такое секс и так далее и тому подобное, поскольку нам показывают его взросление, да, и какое-то, как он достигает, скажем так, половой зрелости. Вот, но, да, очень много, очень много разных штук мы можем увидеть, и вопреки, да, там может быть каким-то общим представлениям, мы же часто видим в аниме рисовку очень нереалистичную, нереалистичные тела, все очень худые, с большой, с большой грудью, там вообще супер. такими штуками, вот, в манге же я, да, много встречала на самом деле, и спасибо за это, да, там, авторам, с разными абсолютно фигурами, телами истории вообще, с небольшой грудью, да, там, еще с чем-то, плюс, в манге, скажем так, есть очень много разных вариаций, да, кто с кем, как и где, вот, то, что... Пустим этот момент. Да, то, что не принято называть, вот, это тоже, ну, очень круто. Юой, да. Юой, да, Юой, вот, говорить мы не можем здесь об этом, но погуглите, в общем, тоже. А какие, кстати, еще, то есть Юой, это про парней, кажется? Да, есть Юри, Юри, вот, то есть там тоже много, да, разных, вот, если в принципе можно, чтобы понять, какие есть там жанры, теги, да, жанровые, можно зайти на манга лип или на хентай лип и открыть каталог, поиск по жанрам, по тегам, вот, и там будет куча разных слов, некоторые придется гуглить, вот, и там, в общем-то, можете увидеть все возможные предпочтения, да, и про фетиши, да, да, очень много есть, я вот недавно заходила и видела, что там даже про фут-фетиши есть несколько тайтлов, например, да, и так далее, вот, мне нравится, вот есть люди, да, которым нравится, например, читать какие-то эротические рассказы или что-то такое, вот, манга здесь очень хороша, там реально, ну, если покопаться, поискать, можно найти тайтлы и с рисовкой приятной, комфортной, и с очень таким будоражащим каким-то сюжетом, будоражащими взаимодействиями, вот, Катя, я тебе скидывала, собственно, да, я просила, да, то, что мне нравится очень, да, что вот красиво выполнено во всех смыслах, так что, да, польза определённо есть, просто главное найти то, что вам подходит, вот, я думаю, что на любой вкус и цвет есть тайтлы. Ну, то есть это, мне кажется, очень круто, когда есть там сложности с возбуждением, с сексуальным желанием, да, то есть это может, в принципе, как-то актуализировать потребность. Окей, у нас есть слайд, который мы вставим сюда, да, где и как читать мангу, то есть здесь есть схема, ну, тут, в принципе, понятно, да, что справа налево она читается, если это печатное издание, то мы начинаем с конца, да, открываем вот так книжку. Да, 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 не запутаться. Справа налево и сверху вниз, да, то есть так. Хорошо, да, и здесь, скажи название, как вот эти сайты начинаются, называются где-то онлайн. Есть очень много ресурсов, если хотите читать онлайн мангу, да, есть манга.лип, который я сегодня уже упоминала, есть ридманга, есть минт манга, на самом деле, если вы просто введёте в поисковой строке читать мангу онлайн, вы увидите много интересного, вот, и там есть ещё скрин, да, мангачан, это тоже такое приложение, да, где можно читать мангу, скачивать, и вот это вот всё, вот. Много где можно читать, да, там можно качать просто какие-то PDF-ки, да, и читать их онлайн. Вот. Ну, либо книги покупать, но надо сказать, что манга дорогая, вот, ну, правда, печатная манга. Ну, и читается очень быстро, и какая библиотека должна быть дома. Ну, кстати, может быть, в библиотеках, возможно, есть, да, если не покупать. об этом никогда, но я сейчас решила, что я буду коллекционировать там по томикам некоторые штуки, да, которые мне нравятся. У меня есть том берсерка в печатном виде, да, у меня есть джундито, у меня есть госпожа Кагуя, и я ещё планирую тоже вот томик пун-пун купить. Вот. Просто я люблю трогать, вот. Личная коллекция будет у меня. Ну, мне кажется, у нас даже где-то то ли в школе, то ли вот где-то я училась, у нас была какая-то полка с комиксами, возможно. Возможно, возможно. Мне кажется, в каких-нибудь классных, классных современных библиотеках это может быть. Окей. И давай, да, у нас есть слайд топ-10 анимаций, здесь у меня была идея, да, вот люди, которые, ой, не аниме, а манге, люди, которые совсем никак не соприкасались с этим, вот с чего начать, чтобы влюбиться, да, и здесь первые два, это, конечно, сага о Винлэнде и Персерке, о которых мы уже много сегодня говорили, да, расскажи, что там дальше, какие-то жанры, что там есть. Угу. Да, ну, сразу скажу, что там много таких, как я сегодня сказала, да, довольно жестких, да, произведений, вот, опять же, спокойной ночи, пун-пун, очень мне нравится, я сначала, мне сначала кинула его, потом начала читать, непривычная рисовка, да, главный герой изображен как голубь, да, как птичка, и его семья тоже, но при этом другие люди его видят как обычного мальчика, да, там, мужчину и так далее, вот, трагичная манга, она тоже про, как я уже сказала, поиск смыслов, она немножко сюрреалистическая, да, вот, там много разных есть, типа бог какашек, например, вот, и вы можете читать такие, что, какой бог какашек, откуда он взялся, и так далее, но это такая довольно трагичная история, вот, именно для тех, кому интересно читать большую, долгую рефлексию, и, скажем так, про не самые простые жизненные обстоятельства, и как их человек без суперспособности каких-то там, и так далее, может переживать, вот, есть юношеская бездна, тоже жесткая, вот, тоже триггер-ворнинг, но, там достаточно интересный сюжет, я бы сказала, что это немного детектив, вот, и там еще затрагивается очень много интересных тем, а-ля не самые здоровые отношения с семьей, в частности, с мамой у главного героя, там есть про РПП, очень много, вот, что тоже, да, довольно такая интересная вещь, вот, и в целом, очень много, надо сказать, да, в манге, не только вот той, которая в списке, да, вообще, там очень много про суицид, вот, это тоже надо проговорить, что там, я помню, давно с мужем прикалывался, что-то читаю, вот, я говорю, господи, они опять предлагают вместе умереть, ну, сколько можно, вот, вот, ну, типа, есть такая, да, история, и, возможно, тут много очень каких-то культурных, да, факторов, которые на это влияют, вот, но там слово умереть будет довольно часто, приготовьтесь, вот, есть Дорога юности, да, или она еще иногда называется Безудержная юность, да, она же есть там, да, я ничего не путаю в списке, должна быть. Нет. Нет. Вот это. Юношеская бездна есть. Окей, окей, окей. Ну, все равно скажу, да, есть Дорога юности, это неплохое романтическое аниме, вот, оно очень приятное, комфортное, не знаю, что еще про него сказать, оно просто вот приятно почитать, влюбленные школьники, все как мы любим. Вот. Дальше есть тоже очень классная аниме, классная манга, да, Мое Дорогое я со злым умыслом, такое сложное название, это прям супер классный детектив, вот прям, я относительно недавно прочитала, супер, вот те, кто любит всякие там майнгеймс, да, я очень-очень рекомендую, прям классная история. Добавить здесь тоже, особо нечего, наверное, ну и там тоже про месть есть, да, сюжетные линии. Вот, так, и «Звездное дитя», да, там есть «Звездное дитя», про «Звездное дитя», я что могу сказать, я обожаю аниме, «Звездное дитя», просто смотрите его, это яркое, просто вообще великолепие, которое обманывает ожидания. если вкратце, да, то сюжет про, сюжет показывает изнанку, да, вот такой вот, так сказать, сферы, да, как айдолы, как, да, такие публичные, в общем-то, персоны, и в японской культуре, и в корейской, ну, в данном случае в японской, да, про то, что вот слава, все это круто, да, а что там, что с людьми с этими происходит, вот, и там, в принципе, очень хорошо раскручиваются разные мифы, да, в контексте шоу-бизнеса, да, в общем, чем чревато быть известным, классным человеком, и чем это может, в общем-то, закончиться. Она on going, выходит раз в неделю, я ее читаю на английском, очень интересно, и тоже есть детективная ветка, да, прям вообще балдею с нее. Вот, гомункул, да, там есть еще. Гомункул, необычная очень манга, она мне нравится метафорически, и я просто сейчас опишу такой, наверное, важный момент оттуда, вот, остальное все вы сами прочитаете. В общем, человек, главный герой, он работал, там, супер бизнес-чуваком, вот, и потом, не помню, то ли он уволился, то ли он ушел, и у него вот стоит здание, где он работал, здесь парк, где живут люди без определенного места жительства, и он ушел, и он жил в машине, которая стоит между вот этим парком, да, и между вот этим вот супер-пупер бизнес-зданием, и это тоже очень интересная штука, потому что он там, в принципе, довольно часто сталкивается, что ты как бы ни их, ни наш, да, ни свой, ни чужой, да, что ему, он все время где-то между, вот, и это, я бы сказала, такая, может быть, научная фантастика в каком-то смысле, но тоже очень интересная, вот, да, сюжет там такой, что к нему обращается парень-хирург, и предлагает ему за деньги поучаствовать в эксперименте, где он ему вырезает какую-то там часть мозга, и он, закрывая один глаз, может видеть, ну, там это называются гомункулами, да, истинные какие-то сущности людей, да, то есть, вот он видит, например, там видит девочка-школьница, он закрывает один глаз и видит, что там она вся состоит из песка, да, вот, ну, то есть, там такие вот образы интересные, вот, тоже рекомендую почитать, прям супер-пупер-класс, вот, она, я бы не сказала, что она там какая-то супер-ультра-жестокая, вот, по сравнению со всеми остальными, вот, подскажи, пожалуйста, что там еще? Я не знаю, мне кажется, мы можем остановиться на этом, да, можно взять этот список и можно зайти, почитать описание, выбрать, ну, как бы под свое настроение, свой вкус, мне кажется, очень важно, да, посмотреть, там, ну, что это за жанр, и вот как бы соотнести со своими потребностями, своим состоянием тут. я хотела задать последний вопрос, и мы будем завершаться, такой блиц, я Юрия Дудь, три главных урока, которые ты усвоила из манги. Угу. первое, да, что люди, это большой ресурс, в частности, дружба, да, друзья, да, которые тебя окружают, второе, да, очень важно аккуратно взаимодействовать со своим прошлым, да, и не то, чтобы менять к нему отношения, да, но не давать им управлять тобой, вот, это в широком смысле, да, вот, и последний, последний, что даже у, казалось бы, да, мы же часто себя считаем скучными, какими-то непонятными людьми, даже если мы себя такими считаем, у нас всё равно может какая-то очень классная история в жизни получиться, вот, это, мне кажется, тоже очень важный урок, что интересные вещи в широком смысле этого слова происходят не только с какими-то особенными людьми, да, вот, буквально мы читаем, мы читаем об обычных людях, да, которые ничто не предвещало, как говорится, вот. У меня опять мурашки, Лиза. Слушай, я, мне кажется, получился отличный выпуск, я позвала очень правильную гостю для пилота, я надеюсь, наш подкаст будет существовать благодаря тебе. Слушай, я не ожидала, потому что я, ну, как-то очень далека от этого, и сколько вот лет мой муж пытается меня убедить, что-то там вместе посмотреть, почитать, я такая, ааа, что лень, там, а ты меня прям вдохновила, я думаю, теперь он ненавидит меня будет вместе с тобой. И меня, видимо, тоже. Да, 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 вот, поэтому спасибо огромное, я прям, прям замотивирована. Первая идея для поведенческой активации, когда меня накроет в следующий раз чем-то таким грустненьким, она есть, но я начну с эротической манки. Спасибо, Катя, я уже рада, что наконец смогла поговорить об этом, высказаться. Да, высказаться. Такой маленький терапевтический эффект. Да, валидировали тех, кто любит комиксы и не любит книжки. Всем спасибо, что послушали нас, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, обязательно подписывайтесь на канал Лизы, у нее очень классный блог в Телеграме про научный секс, да, он так и называется, научный секс, и она там также пишет про манку, про какие-то тайтлы, которые она прочитала. Всем спасибо. Всем спасибо. Пока.